Ангелы, которые стоят, чтобы приветствовать людей, скажут свои первые слова. Как вы думаете, что они скажут первым? Мир. Потому что именно поэтому все тосковали. Тосковали по бесконечному чувству спокойствия в наших сердцах до конца жизни, физически, в наших чувствах, в наших ушах, тем, чем мы видим, как говорим. И это первое, что скажут ангелы. Саляму алейкум. Мир вам всем. О, как же прекрасны вы и чисты. Так войдите же в вечную обитель. Братья и сестры в исламе, я хочу описать тот момент, когда вы находитесь у входа в рай, и потом, как вы уже входите по воле Аллаха. В книгах толкования я приведу достоверные хадисы, иншаллах. Вы подошли к вратам рая, и вы не сразу входите туда, потому что, представьте себе, кто должен открыть эти врата? Это Мухаммад, саллаллаху алейкум. И он возьмет кольцо. Только один Аллах знает, как выглядит это кольцо, так же, как и идеальное описание самих этих врат. Это огромные, громадные врата, очень широкие, сотни километров в ширину, потому что врата рая Всевышнего широкие, а его щедрость безгранична. Первый, кто постучится в эти врата, пророк Мухаммад, алейиссаляту ассалям, и стражнику врат, этот ангел спросит, кто там? И он говорит со всей скромностью, я Мухаммад. И этот ангел говорит, это ты, относительно которого мне было приказано не открывать врата никому, кроме тебя. Только тогда врата открываются. Наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейиссалям, обладатель этой привилегии. Просто представьте себе, братья и сестры, что вы входите в рай в первой группе вместе с пророком, саллаллаху алейиссалям. Потом будут еще другие люди в ожидании, выстроившиеся в очереди. У подножья самих врат рая будет своего рода место ожидания. Перед этими вратами соберется огромное количество людей, согласно хадису, даже несмотря на сотни километровую ширину. Люди захотят помчаться туда. Итак, вы находитесь там в ожидании среди людей. И первое, что вам будет дано, это утоление вашей жажды после долгого времени ожидания в судный день. Вам дадут напиток, смешанный с имбирем, чтобы немного освежиться на том месте ожидания. Вы находитесь вместе с этими прекрасными людьми со светлыми лицами. Они все улыбаются, они все радуются и говорят, «Посмотри, прочитай мою книгу». А вы говорите, «Прочитай мою, посмотри, что в ней». Аллах стер все грехи, никто о них не знает. Это секрет между вами и Аллахом, Свят Он и Велик. Вы начинаете хвастаться своей книгой из-за счастья. И никто не испытывает зависть к друг другу по какой бы то ни было причине. Чувства начинают меняться, потому что Аллах сказал в Коране, «Он зажгла ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار». وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتذي لولا أن هدانا الله، لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْتِلَكُمُ الْجَنَّةُ И вот так вы будете входить в рай один за другим. Вас будут звать лучшими именами, которыми вас звали в этой жизни, а также лучшими именами ваших отцов. Как только вы войдете в рай, вы потеряетесь в красоте того, что услышите, увидите и тех, кого встретите. Все устремятся к своим дворцам, в свои принадлежности. Посланник Аллаха говорит нам в достоверном хадисе, что человек направится в свой дворец, и он точно будет знать то, что принадлежит ему, так же, как они знали свой дом в этом мире, и даже лучше. Аллах неожиданно наделит тебя знанием, как добраться до своего места. И ты будешь знать об этом, потому что это твое. Все будут заняты, каждый будет желать увидеть свое место, своих супруг, ангелов, увидеть все то, что Аллах приготовил для них. Так обрадуйте же терпеливых на пути Аллаха, или тех, кто слаб в религии, поделившись этим роликом в социальных сетях. Иншаллах, это будет служить для них мотивацией.